Оно бывает разное. Оно бывает легалистически легкое, можно сказать, легалисты такие, да, вот, законники и бывают тираны, но о том, о чем мы будем говорить, это будем говорить о принципах лидерства, лидерства или служений, которые во взаимодействии. Вы понимаете, что нам, Олег, я уже кричу здесь себе, вы понимаете, что у нас сегодня в мировом контексте самого вот веры в Мессию Христа, да, вот, у нас есть проблема. Я хочу с вами откровенно просто говорить, вот, я понимаю, что сейчас очень сложно, кто из вас пришел к Богу вот лет 15 назад, да, какие ваши ощущения с того момента, вот, когда вы пришли к Богу тогда лет 15, скажем, 20 или там 19 лет, и что происходит сейчас, в чем сейчас проблема глобально, ведь это не только проблема, будем говорить так, мессианских общин, которые существуют в церкви, вот, глобальная ситуация, потому что вы смотрите, наверное, и телевидение, и СНЛ, и ТБН, и в интернете вы смотрите ситуацию, которая, наверное, Инвиктори, Бог ТВ и все остальное. Вроде бы все хорошо, но под текстом, что-то за, вы чувствуете, что что-то в мире не хватает, особенно в христианском мире, где-то сдались позиции, правда или нет? Вот давайте пообщаемся, вот что вы чувствуете, что происходит? Да, 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 можно, если есть микрофон, давайте вот здесь микрофон, а мы записываем все равно это, да, это очень интересно, потому что многие люди нас смотрят в интернете, у нас подписчиков сегодня 466 человек, подписчиков в интернете, они не имеются в виду, что они все смотрят наши передачи, особенно классы, но многим интересно, и поэтому я думаю, что это будет важно, это все пройти. Я пришла к Господу 20 лет тому назад, после первого еврейско-мессианского фестиваля, я уже 20 лет в Господе, и я вижу просто, что, ну как я это понимаю, что церковь и христиане очень сильно началось такое сращивание с миром. О, хороший почерк такой, да? Да, что все, что в мире, одежда, лексикон, обращение друг с другом, и все, 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 как-то вот мы... Ну, извините, мы не в царской России сегодня, если там сказать, господа, пожалуйста. Нет, не господа. Ну, раньше так же было, поменялось же все. Да, ну, нужно все делать, я думаю, чтобы нашего Господа не огорчать. Да, потом стали товарищи. Да, и даже обращаться друг к другу. Хорошо, еще кто-то может еще добавить чувство, что вот у вас, вы переживаете за это время? Вот микрофон возьмите, давайте пообщаемся. У меня чаще всего мой класс, он более интерактивный такой. Я люблю, когда студенты, мы общаемся, потому что среди общения мы получаем некоторые ответы, которые, может быть, мы хотели бы задать, и получим их. Что у вас, вот, например, что вы чувствуете, что происходит на сегодняшний день в христианском лидерстве, среди христиан, среди верующих людей. Я говорю сейчас в общем, потому что и мессианские, и евреи тоже, это те же христиане, евреи, которые верят, что Иисус, Ишу, это есть тот Мессия, Христос для всего мира. Что вы чувствуете? Вот микрофон, да, возьмите, не стесняйтесь. Ну, к нам, скажем так, Советский Союз, после Советского Союза это все пришло, и в тот момент это было, конечно, очень сильно, очень вдохновенно и, ну, как бы повально. То есть люди буквально толпами каялись, да, было такое время. Сейчас этого нет, произошло какое-то охлаждение. А можно сказать, что мы фактически в то время не были готовы, как церковь, как община, бывают так верующих людей, которые ждали пробуждения, потому что я помню, что мы, я с детства, мы молились о пробуждении, мы молились, чтобы так называлась империя зла, чтобы она рухнула, а мы молились о том, чтобы не было преследований, потому что мы знали, братья забирали в тюрьмы и так далее, и преследовали верующих людей. Может быть, на самом деле, когда это все произошло, и то количество людей, которые стали спасаться, а и как всему еще много всяких различных проповедников, различных течений, различных движений пришло на постсоветское время, и, может быть, на самом деле мы не смогли людей все-таки научить, как должно научить. Поэтому мы сегодня ждем принципы, которые на самом деле мы упустили. Да, согласен с этим. Потому что на волне вот того времени, когда была большая жажда по Богу, потому что годы советской власти не позволяли этому, и многие учения, как бы, в то время, в частности, Евангелие процветания так называемое, вот, оно сейчас, скажем, пожинаем плоды этого учения, потому что, как бы, человек, который приходил, которого, скажем так, привлекали в церкви, я условно говорю, тем, что вот ты придешь к нам, и у тебя все будет, все будет классно, ты будешь богатый и счастливый, вот, и со временем, если этого не происходило, у людей охлаждалось, ну, как бы, приходило разочарование, и, в частности, у многих приходило разочарование именно в Боге, что очень печально. Вот еще есть моменты такие поговорить. Я специально говорю об этом, потому что этот класс, вот, мы будем разговаривать с вами о том, что не то, что произошло, а о том, что бы нам необходимо бы сделать, как нам настроиться, чтобы то, что, вот, например, прошло на прошлой неделе у нас, да, как сделать так, чтобы мы не потеряли все это, как сделать так, чтобы мы могли быть, достигать могли людей, научить, да? Вы понимаете, в чем дело? Вот причина сегодняшнего христианства, вот, действительно, его охлаждение произошло по той причине, что вот с годами много званых стало, вы понимаете? И в результате личного поиска Бога это происходит у единиц, которые хотят лично знать Бога. Вы понимаете, что происходит? И поскольку сейчас христианство разрастается в деноминациях своих, но факт остается фактом, что все идут по течению как-то общему, и из этого общего течения только единицы выходят те, которые ищут Господа и знают Его как личного, прежде всего, как Спасителя, затем дальше, когда Господь действует в твоей жизни, Он лично Его знает, вот это важно очень, чтобы с человеком это происходило. Эрик, что ты скажешь? Ведь ты тоже не один, не первый год в вере. И уже побывала в горячих точках, знаешь, и там людей. Не хочу про горячие точки, если говорить. Не, ну просто о том, что, о чем вот сейчас, вот какой недостаток. Вот мы прошли что-то, мы прошли же в постсоветском союзе, вот эта волна евангелизации, работы, проповеди Евангелия, домашние группы, прославления, церкви росли, строили здания, все, все, даже возьмите храмы, даже православные храмы, католические храмы, церкви, 50-ниг, аптисты, все, что мы не имели в Советском Союзе, мы получили. Вот, ну, кажется, все, вот того, что мы хотели получить, будет у нас здание, значит, у нас людей будет много, все, вот у нас все есть теперь, да, чуть ли не у каждой динаминации, там, один, два, там, пять домов, там, церкви и все остальное, поля, реабилитационные центры и все остальное, что чувствуешь, что происходит сейчас? Мое мнение, у нас есть церковь, у нас есть очень много всего, знаете, у нас очень мало любви, вот любви, божьей любви, не человеческой, а вот его любви. И раз уже заговорили про горячие точки, я хочу сказать, что там невозможно служить, если ты не познал его любовь, не познал его лично, и если ты не можешь передать вот эту любовь. Другими словами, если ты не стал учеником Мессии, посвященном учеником Мессии, который посвятил себя на всю оставшуюся жизнь, от начала до конца, как прообраз этих наших учеников, который фактически, только один Иоанн умер в своей собственной смерти, все остальные были преданы смерти через повешение, через убиение, через страдания, через мучительскую смерть. Сегодня скажите любому христианину, что ты уверуешь, вот, любому человеку, ты уверуешь, и знаешь, я не гарантирую тебе нормальной старости, ты умрешь не собственной смертью. Кто пойдет за таким христианством? Вот. Скажите, вот реально, вот так всегда брать, то есть что мотивирует сегодня людей, что даже вот есть проблема, вот есть проблема. Нет, ну вот мотивирует любой все-таки. Ничего не страшно, сейчас скажет, да. Все-таки человеком движет поиск внутри. Да. Вы понимаете? Вот даже неосознанный, но он ищет, он даже не знает, как вот со мной это было однажды, много лет тому назад, я ждала, искала, не знала конкретно кого, не знала чего, но я понимала что-то сверхъестественное, что-то такое, понимаете как? Вот с человеком в основном движет такое, или какая-то беда в его жизни случилась, он идет к Богу, вот, или томление духа настолько сильное, что он просто не знает, что. Мы, во-первых, созданы мы как духовные личности, а потом уже находятся на этой земле в плоти. Сейчас, там ближе, а потом к вам, да. Я заметила, что когда человек приходит к Богу, у него может быть неправильная постановка внутри себя цели, что он хочет. Он приходит, может видеть, допустим, в общине, вот он видит взаимоотношения, близкие, друг друга знают, все так встречают, все хорошо, и он, может быть, человек одинокий, он, может быть, хочет тоже, чтобы это у него было здесь. Если он слышит, что Бог исцеляет, он думает, я буду ходить, потому что, ну, мне исцеление надо. Ну, вот и разные вот такие вот цели он ставит перед собой, это все, я думаю, нормально и хорошо. Но когда он ходит, и не получилось взаимоотношений, может он разочароваться и уйти. Если он, ну, вот кто-то получил сразу исцеление, он не получает исцеление. Ну, смотрите, да, я согласен, Воль, с тобой. Во-первых, это не новая вещь. То есть это не то, что вот мы с вами пережили. Мы ведь читаем через Писание, что некий волк, да, который ходил и говорит, дайте мне, вот на тебе деньги, дай мне Духа Святого. Помните, да? То есть не новая. То есть эти вещи не новые. Другими словами я хочу вам сказать, кризис, некий кризис, мы переживаем кризис, да, но сама община, был, говорит, первая мессианская община, христиане, да, которые, она родилась в кризисе, в кризисе о том, что им необходимо было исцеление. Конечно же, хотели, каждый исцелил, за Иисусом ходили, он говорит, потом говорит, так я вас хлебом накормил, поэтому мы пришли. Да, вот я хочу, чтобы вы поняли, что это община, сама церковь родилась в кризисе, и этот кризис, он не утихает, он постоянно происходит. Но есть что-то другое. Кризис, он приходит, он уходит, он постит его постоянно. В церкви постоянный кризис. Проблема большинство из людей, которые приходят для чего-то, да, вот проклят всякий человек, который надеется на Господа ради этой жизни. Ради этой жизни. Фактически, люди ищут в ответы, в религии, или же в Боге Авраама, отца Хаякова, в Христе, ответ для собственной выгоды. И я уже много раз говорил, и с любым студентом, фактически многие из нас следуют за Христом по причине выгоды. Какой? Какой? Какая выгода самая большая? Царство Небесное. Вы услышите меня, не почитайте мне, ну, ценникам каким-то и так далее, что мы там, ой, какие-то там, вот спасены и все остальное. Но мы приходим, мы раскаиваемся для того, чтобы получить что-то. То есть, мы хотим получить от Бога что-то. Самое главное – это спасение. Да, вот это вот, все это важно. А потом, когда, то есть, мы осознаем это, что мы Его, мы им призваны, все, мы уже посажены с Мессией там, в Одесной Отца, потом включается следующая часть. А что еще на этой земле как-то получить? Вот, вот, вы поймете, да? То есть, фактически, христианство, хотя бы христианство, оно как бы считается, как бы религией любви, как бы познание Бога, благодати, но все же у каждого, и у человека, кто приходит ко Христу, есть та цель, чтобы попасть на небеса. То есть попасть. И все мы делаем, чтобы попасть. Многие люди делают ошибки, попадают в искушения все различные, испытания всевозможные. То есть, кризис, который они проходят, они, ну, Бог говорит, они проходят через горнила. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но сегодня существует этот кризис, кризис духовный, по всем общинам, в церквях. Если я говорю, 20 лет назад, когда мы пришли к Богу, что вы не раздавали приглашалки, вы приглашали людей, вы молились за людей, люди исцелялись. Разве не исцелялись люди? Исцелялись. И сейчас оно тоже есть. Услышь, я объясню, я просто объясню, что происходит. Дайте сейчас микрофон. Я понимаю, что мы, как бы, раньше оно было особенным выражением, да, а сейчас оно избирательским выражением. Понимаете, да, если раньше было массовое, и массовая была, ну, вот такая, фактическая открытость, открытость, люди были открыты. Если вы спросите, да, помолитесь, помолимся, прими Христа, и шоу Мессию, помолимся, да, и они будут, а потом началась часть, в которой мы говорим о что-нибудь здесь на земле получить. Что-нибудь, ну, что-нибудь. И то, что мы говорим, учение, которое мы хотим, мы начнем возрастать. То есть, другими словами, у нас ни у кого не остается мысли, что может прийти время, что мы, может быть, отдать свою жизнь за веру. Никому у нас не приходит такая мысль, что может такое время настать, что нам придется оставить свою часть веры. И насколько мы сегодня готовы это сделать. Мы, конечно же, имея учение о вере, о каких-то еще вещах, мы будем связывать демонов в смерти. Да, мы будем связывать этих демонов в смерти. Хотя Бог говорит, ну, так не нужно, чтобы ты был в Ираке или там в других местах и проповедовал Евангелие. Тебя ведут на плаху или там на казнь. Потому что Писание говорит о том, что будут такие люди, которые были обезглавлены за имя мое, которые страдали за имя мое. А мы в данной концепции мирового протестантизма мы начинаем связывать всех бесов смерти. Потому что мы не хотим умирать. Что это такое? Вот понимаете, где потеряли мы сенс, сенс, сенс Христа, Мессии, за которым мы будем идти до конца? Посвящение. Давайте. Да, наверное, самая большая проблема, я повторюсь, что все-таки церковь, она как-то больше пустила в себя мира. Интересно, то, что вы говорили. Да, да, да. К сожалению, многие христиане, которые себя называют христианами, по сути, не всегда это так. То есть мы видим по делам, по словам нашим, по делам нашим. То есть мы просто идем иногда на компромисс. Другие, о том, что мы говорим, о чем мы говорим, о недостатке самого ученичества. Да, и, к сожалению, очень мало хороших учителей, которые действительно были лидерами, были сами правильно научены и также учили других людей. О, это интересно, интересная теория. А другими словами, протестантская церковь, будем говорить, это протестатизм, я не буду касаться других религий, ни синагог, ни православных церквей, я не буду касаться, абсолютно. Будем говорить, это протестатизм, да, такой, который мы уже с вами очень близко ходим, мы потираемся в это, да, из-за проблем, ситуации, которые мы имеем, экономика, общество, семейных ценностей, все остальное, деградация общества такая, да, вот, общее, да, мы каким-то образом смогли сделать себе, будем так, скидку такую. если пастырь помазан Богом, его выбрали там, на это служение, то он должен что? Служить. Он должен служить кому? Мне. А у меня проблем сколько? Воз целый. И вот, так как ему, если у некоторых общинах есть зарплата, и все это, должен отрабатывать. То есть, для чего тогда его взяли пастырьствовать? Не замечательный вы, что некий перекол, ну, переложить ответственность за собственную жизнь, за собственное возрастание, да, на чью-то голову, и сказать, это уже теперь проблема самих служителей. И так оно, как бы, ну, автоматически, фактически, так, как в Израиле раньше было. Священники приносили жертву, и все остальные. Ага, если Бог избрал Аарона и всех остальных, а нам туда делать нечего, то есть, мы что, если загрешил, то есть, наемкий пур, когда, да, вот скоро он, буквально через три дня там, мы принесем козла отпущения, за весь Израиль, он сделает все, перенесем на этих козлов все наши грехи, и дальше пойдем. То есть, методика, как бы, осталась, как бы, возвращаясь к ветхозаветному, вместо того, еще, говорит, идите и делайте учеников. Но как делать, если мы сами не научены, если мы не дисциплинированы, если мы имеем себе большую проблему, себе в самом, в самом. Это ситуация такая. я наблюдал за молодежью нашей, да, и, особенно с людьми, которые, ну, как бы, так, сегодня они возрастают в интернете, они возрастают в своем обществе. Это общество, на самом деле, влияет, очень сильно, очень сильно влияет. Как ты бы не хотел, оно все равно влияет. Но, замечал, если ситуация касается молодых людей, и надо, вот, их не, ну, какой-то проблемки, да, они встанут и в 3 часа ночи, и в 2 часа ночи, и в 7 часов утра. И главное, чтобы это все, вопрос решить, этот вопрос, да. Когда касается вопрос кого-то, то, ну, как, хоть, хоть, пускай, что горит, там все. Ну, это не моя проблема, да, вот. Я верю, что это не картина миссиянства или же христианства, это не эта картина. Что нам сделать? Вот что сделать? Я честно скажу, статистика, мировая статистика христианства взаголи общее, верующих людей сегодня в мире 2 миллиарда христиан, которые говорят, исповедуют, что они христиане, 2 миллиарда. Из них 1 миллиард этих самых католиков предполовина, да, вот момент такой. И мы, как бы, как приносим еще 1 миллиарду, где-то маленькая какая-то часть. Я думаю, что же на самом деле нам делать? Вот во всех этих моментах 47% всех христиан они даже не знают о том, что Нагорная проповедь, которую говорил Христос, да, это не просто блаженство, а что это вообще проповедь на несколько этих параграфов там. Понимаете, да? Я дам ответ. посмотрите, у меня есть дом, да, если я туда снощу всем там, и пылесосом, и метелкой, и всем, 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 то есть я все предоставлю, чтобы оно было там, чтобы все, вот посвящу полностью мой дом всеми вещами, чтобы они, чтобы было чисто. И если я ничего не буду делать, будет что-то? Конечно, надо делать, надо взять это все и начать делать. Нет, ну я же верующий человек, я посвящаю это, Дух Святой должен поработать, это же мои, ну он должен помочь мне, понимаете, да? Ну как бы, я же все сделал, я купил все, я приложил, я говорю, Дух Святой, Боже, Я могу спросить, а мне скажут, и скажут, что мне делать. Вот, нет, вот я что, вот он делает, он делает хороший акцент и правильный акцент на то, что от того, что мы правильно говорим слова, надо посвятить себя Богу, открыться Богу, надо раскрыть себя и Бог сам сделает. И Писание говорит о том, что Он, начавший работу, у вас закончит и до конца, но не без нашего участия, потому что очень хорошая часть, если ты знаешь, чтобы делать добро и не делаешь, то грех. То есть, покажи веру мне твою из, а я покажу веру свою из, из моих дел, без дел покажи, а я покажу свою веру, которая моими делами покажет. Другими словами, конечно, вера, из дел, то, что мы делаем, она мертва, вот, но там, говорится, религиозно, каких-то таких обрядах. Но на самом деле, Яков говорит о том, что я тебе покажу мою веру теми делами, посмотри, то, что я произвожу. И ты поймешь, что моя вера не просто в словах, какие-то обрядности, она к славе Божьей. Да, вот, не просто чудеса. Друзья, чудеса, они пройдут, языки, они умолкнут. Понимаете, любовь останется вечная. Да, знания все упразднятся. Любовь останется, но любовь имеет совершенное, что? Совершенно горизонтальное положение. Совершенно горизонтальное положение. Или наоборот, совершенное действие. То есть, другими словами, я люблю Антона, да, и я говорю, ну, и живи себе так. Грейся, питайся себе, это все. Да, другие слова, если я понимаю, что за него умер мессия, мне что-то должно гореть, чтобы помочь ему. Но вот общество сегодня, и мы привыкли к этому обществу. Друзья, нельзя не согласиться с тем, что мы, живя в этом обществе, мы, как губка, как губка, мы в себя впитываем то общество, в котором мы живем. Потому что вот Рита у нас из горячей точки приехала, да, она не понимает нашу Одессу. Она не понимает. Я ей искренне сожалею, сочувствую тебе. Я не знаю, как тебе помочь, да, потому что наши шутки, наши прибаутки, ой, наши телефоны, которые нужно выключать, наши отношения, да, в которых мы разговариваем. Мы можем поговорить на очень повышенных, эмоционально, все думают, что мы ссоримся, мы на самом деле имеем бизнес, нормально, как бы, если развернули, пошли, любом на следующий раз это селиво пили чай, да. То есть, момент такой, что мы на самом деле общество, мы впитываем себя, мы впитываем себя. У нас есть из западного креста, ровно приехали, странная Одесса, правда, не поймешь, ее вообще не поймешь, одесситов, то ли они шутят, то они серьезно говорят, то ли они, на самом деле, знаете, как встречаются два одессита, один говорит другому, мне нужен сахар, срочно, нужно сахар. Он говорит, сколько? 20 вагонов сахара. Он говорит, хорошо будет, завтра будет, хорошо, расходится, ты куда? Я пошел искать сахар, а ты куда? Деньги. Вот момент такой, вот это, попробуйте их понять, но на самом деле, каждая община, каждое общество, они имеют свою культуру, и вот момент такой, как мы выйдем за рамки того, к чему мы привыкли, как выйти из-за них, быть последователем Мессии, но это проблема не Одессы, вы услышите меня, это не проблема Одессы, статистика говорит, только 47% людей, которые вообще понимают или читали вообще Библию, из двух миллиардов, из них, из них всего лишь 2%, которые посвящены, посвящены то, чтобы достигать людей и Евангелия, 98% христиан, как таковы, которые говорят, что они последователи Мессии, они полностью в горизонтальном положении. Не, они просто делегировали власть тем, ну, они, ну, правильно, это так мне нравится, из них, из них пастора, служителя и все остальное, вы делайте, а мы посмотрим, что с вами будет, и вот я понимаю, что вот этот класс, который я хочу с вами его провести, это насчет нас с вами, ведь не зря Бог вас сюда призвал, к какой-то причине вы согласились с тем, что этот класс или эта школа, она как-то необходима, может, вас сюда пригласили, затянули за уши, что-то предложили вам, это самое, какую-то конфету сладкую, все, разницы нету, но мы согласились, а если мы согласились, значит, мы должны быть открыты к тому, что Бог хочет с нами сделать, иногда Бог использует странные вещи, чтобы наше внимание привлечь, правда? То есть, этот момент очень удивительный, я помню, что мое возрастание было, ну, вот в Боге, оно было подпольным, другими словами, реально подпольным, многие общины, церкви, синагоги, они были подпольными, особенно изучение Торы было подпольное, несколько классов, даже в Москве были, когда приезжали какие-то важные раввины, подполье там, их заводили, изучали Тору, евриты, все остальное, у пятидесятников тоже там, подпольные церкви, все такие моменты, даже православная церковь, ведь фактически, все руководство было в изгнании во Франции, и французская, русская, православная церковь, фактически, преобразовывала это общество, фактически, то, что мы имеем сегодня, но все равно, вот подпольное возрастание, оно было каким-то таким трепетным, мы втихаря там настраивали наши FM, радио на коротких волнах, из Монте-Карло передавали передачи, чтение Библии было, просто было чтение Библии по радио, мы сидели втихаря, там, помню, с девять до десяти, Карл Пести выступал, и так далее, мы там пили чай, и мы там потом славили Бога, это возрастание, мы хотели изменить что-то, да, вот это, это слово, оно было у нас на слуху, в Библии, которая была, это был кризис, мы не могли найти Библию, чтобы купить, даже купить Библию было сложно, да, сегодня избыток его, сегодня избыток многого материала, очень много материала, поэтому нужно очень быть бдительным, что мы читаем, как мы читаем, и смотреть в основу Писания, соответствует ли то, что мы читаем, не то, что как бы по нашему пониманию, нашему желанию, а соответствует Библию, многие скажут, ну, есть вещи, которые не соответствуют, например, люди говорят, Евангелие Просветания, не соответствует Писанию, но не спешите, не спешите, потому что некоторые принципы, они действующие внутри нас, но мы начинаем перекладывать это на действие больше как Бога, нежели ответственность свою перед тем же Писанием, да, мы говорим о цедаке, то есть слово цедака, это дела праведности, Авраам принес цедаку, принес десятину Богу, да, вот, и в лице вот Махаседака, да, и момент такой, что он сделал, какими вещами он, как бы, ну, пожертвовал, что он вообще принес, что это за действие, и это жертва, но ко всему еще дела праведности, вы понимаете, десятины, которые мы, как мы говорим, приносим Богу, некоторые говорят, мы обязательно нужно приносить десятины, и это как закон такой стоит перед людьми, а я задаю вопрос, от чистого ли сердца ты делаешь, делами ли ты праведности своей отдаешь перед Богом эти десятины, эти даяния, которые у нас есть, они разделяются, на многие вопросы близним, подати всевозможной, как бы, помощь людям и все остальное, на дом Господнем устроение, я верю, что этот класс поможет нам вообще осознавать, как мы можем взаимодействовать в теле Мессии, в любой общине, в любой церкви, как мы можем взаимодействовать, знаете, уже не последний, ну, как бы, немалое время, я знаю, что, может быть, в других городах говорится о том, что Бог будет посещать Украину своим пробуждением, да, вот, пробудить украинское, наверное, будет пробуждение, великое пробуждение на Украине, и как бы, Бог избирает, там, Одессу, или, там, другие какие-то города, мне, мне на самом деле, мне не было, что не важно, какой город, главное, чтобы мы понимали, что такое пробуждение вообще, ну, вот, если слово пробуждение, что оно для вас означает? Задумайтесь, задумайтесь в словосочетание пробуждение. Ну, пробуждение. Это, не, вот, вот, услышите меня, может быть, я не прав в своем понимании такого, но я, я лично понимаю, что Израиль, он был в падении, в отступничестве, да, и Бог говорит, я его что? Я его возвращу, я его подниму, и вы не будете хвостом, вы будете главою. Что это за такой вот момент выражения? Я вас избрал, но вы отлепились от меня, но я ради отца ваших я обновлю свой завет и привлеку вас к себе. на что-то похоже. Мы удивляемся иногда, вот, как говорили, что, вот, 90-е годы, там было такое чувство, мы пришли к Богу, мы, люди приходили, и так далее, а потом какая-то деградация, просто, був, духовная такая деградация, да, но, но не может быть пробуждение без падения, не может быть возрастания без забвения, не может быть возвращения к чему-то без изгнания. Ну, это, ну, момент такой, где мы находимся, там, где беззаконие, мы как свет идем, но я говорю о вещах, которые Бог нам должен показать эти моменты, говорит, посмотрите на путь древний, посмотрите, осознайте, и потом, говорит, идите к путям совершенно, то есть, равняйте дорогу, выравнивайте путь, приготовляйте путь народу моему, да, вот такое выражение есть, значит, от нас, друзья, зависит, будет ли это пробуждение или не будет это пробуждение, насколько мы хотим его или не хотим, и Писание говорит, вы не до крови сражались против греха, извините, секунду, что нам пролить кровь, чтобы это самое, чтобы все стало на место, это не в этом говорится, пролить кровь, а именно о нашем терпении, долготерпении, терпением пророков нужно набраться, чтобы работать, двигаться и созидать. Как вы думаете, чтобы человек был уже зрелый в Боге, сколько нужно времени? Лет 30. Ну, я понимаю, тебе хороший вопрос, посмотри на Моисея, Моисея, пока он вышел обратно в Египет, прошло 40 лет, я понимаю, что это так долго, кто готов сегодня ждать 40 лет из вас, кто готов из вас сегодня взять какого-то человека, который вот в Боге и потом с ним 40 лет водить его, только не за нас, конечно же, водить его, чтобы он возрастал и потом сказать, слушай, а теперь будь христианином настоящим и будь там лидером прославления на какое-то еще служение, там домашние группы и все таких. Сколько вообще времени нужно? Ну, мы понимаем, к чему вы подводите. Это время сегодня. Сегодня это начинать, а сколько времени нужно, чтобы человек уже был утвержден в Боге, чтобы он четко понимал. у каждого да, но статистика, да, статистика говорит, статистика говорит 7 лет, 7 лет от начала, пока ты не высвободишь его 7 лет. Да, всего-то, всего-то 7 лет, да, но на самом деле это труд, это труд каждого человека. И вот из-за того, что у нас перед нами такая вот дилемма стоит, готовы ли мы посвятить себя этим людям, эта дилемма диктует нам наше состояние, готовы ли мы вообще идти до конца. Оно мне нужно, как действительно говорит, а что я с этого буду иметь, в конце концов, да, что я с этого буду иметь? Я понимаю, что мы с вами вот на этой границе времени, что у нас на самом деле времени нету, нам нужно спешить, спешить, спешить. И вот 90-е годы они показали, что эта спешка, которую мы имели, побольше учеников, как бы это ни были, они молодые, но мы будем возлагать на них руки, пускай они служат, идут в разные общины, там, поселки, города, начинают те домашние группы, пускай начинают репцентры, и так далее, главное, служите, 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 и потом мы удивляемся, почему уже должно было быть три раза спасена наша страна, уже три раза должна быть статистика. Знаете, я помню, я повторялся уже в многих наших уроках, в советское время, вы помните, как всегда было, или это в известиях, или где-то труд, говорилось колхоз имени Ильича Савранского района, там, далее, в этом году он сжал урожай на два дня раньше, чем в прошлом году, там, такой вот, или потом посел, знаете, вот такое, один американский ученый, он, как бы, выходец из бывшего России, он начал каждым годом, он газетку так прилеплять, статистика, смотрит, тот же самый колхоз имени Ильича и так далее, и он говорит, очень интересная статистика, через 10 лет похоже, что это самое, они раньше посеяли, чем пожали, понимаете, да, момент такой, или пожали, чем посеяли, там, и говорит, удивительная страна, у нас так же само происходит, мы давай, 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 то, как показалось, что уже, ты сильно устал с этим человеком работать, да, и думаешь, он точно, если ты его, как королица, сбросишь с гнезда, он полетит, мы их, чик, а он еще не научился и разбился, вот здесь, вот, это момент, почему мы здесь, вот почему мы находимся здесь, я понимаю, что мы здесь разные, кто-то в Боге уже 20 лет, кто-то, может быть, недавно пришел к нему, но сегодня нету разницы 20 лет или 5, или 3 года, сегодня вопрос, что я могу сделать для, вот в этом отношении, насколько я посвящен тому, чтобы возрасти, потому что нам нужно четко понимать нашу позицию, чтобы мы могли дать отчет перед людьми за свое упование, аминь, 5 минут перерыва. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok